Как дела? Меня зовут Саймон. И в этом видео я покажу вам шаг за шагом, как создать магазин прямой поставки Shopify от начала до конца. Итак, после просмотра этого руководства, вы сможете взять любой продукт прямой поставки и создать фирменный магазин Shopify вокруг этого продукта. Мы будем освещать каждый шаг, так что все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям из этого видео, и в конце у вас будет собственный готовый фирменный магазин Shopify, готовый к вашим первым продажам. Теперь, чтобы сделать тестирование новых продуктов и создание магазина в Shopify немного проще и эффективнее, я создал контрольный список в настройке магазина, и я оставлю ссылку на этот контрольный список внизу в описании, чтобы вы могли его использовать при создании нового магазина Shopify. Итак, приступим к видео. Итак, вот как работает магазин прямой поставки. Во-первых, мы собираемся найти продукт, который мы можем продавать в интернете. Так, например, это зарядное устройство 3 в 1 для продуктов Apple, которое мы можем найти на Алиэкспресс за 19 долларов. Затем мы собираемся построить магазин Shopify, где мы будем продавать этот продукт за 59 долларов. Чтобы люди посещали наш магазин, нам нужно будет разместить рекламу в социальных сетях, такие как Facebook или TikTok. Когда кто-то заказывает товар в нашем магазине, мы сами покупаем товар, в этом примере, на Алиэкспресс за 19 долларов. Но мы отправим товар непосредственно покупателю, купившему его за 59 долларов США в нашем магазине Shopify. Таким образом, после стоимости продукта, доставки, стоимости рекламы и платы за обработку, мы должны получать хорошую прибыль с каждой продажи в нашем магазине. Основное преимущество работы магазина прямой поставки заключается в том, что нам не нужно покупать и хранить товары перед их продажей. Только когда в нашем магазине будет продажа, мы купим товар и отправим его непосредственно покупателю. Так как нам не нужно заранее покупать какой-либо инвентарь, для запуска магазина прямой поставки не требуется много денег. Итак, как мы находим продукты для продажи? Продукты, которые лучше всего продаются в магазинах прямой поставки, это продукты, которые имеют вау-фактор. А это означает, что они легко привлекают внимание людей, когда они видят рекламу продуктов в социальных сетях, таких как Facebook или TikTok. Также полезно, если продукт решает проблему или находится в нише импульсных покупок, например, фитнес, средства личной гигиены или товары для животных. Простой пример найти продукты, которые уже хорошо работают, это просто зайти на Facebook и посмотреть рекламу, которую вы там видите. Обычно очень хорошо заметно, если они продают продукт по прямой доставке. Мы также можем зайти в TikTok и ввести. TikTok заставил меня купить это. И здесь мы также найдем массу идей для продуктов. Если вы хотите сэкономить время при поиске продуктов, вы также можете использовать инструмент исследования продуктов под названием Майния. Майния отфильтровывает для вас выигрышные продукты и предоставляет вам всю информацию, необходимую для продажи этих продуктов. Я оставлю ссылку на этот инструмент внизу в описании. Как только мы найдем потенциальный продукт, мы отправимся искать поставщиков, которые продают этот продукт. Обычно эти поставщики находятся в Китае. AliExpress.com – это место, где мы можем найти большинство товаров по очень низкой цене. Alibaba.com также является очень хорошим местом для поиска поставщиков. Однако часто они продают только оптом, поэтому вам придется заказывать много единиц сразу, что не оптимально для прямой поставки. В настоящее время вы можете найти множество поставщиков прямой поставки со складами в США и Европе. Используя этих поставщиков, вы сможете предложить более быстрые сроки доставки, но обычно продукты немного дороже по сравнению с AliExpress. Я оставлю несколько ссылок на поставщиков с местными складами и более быстрыми сроками доставки ниже в описании. Хорошо. Итак, прежде чем приступить к самому уроку, я хочу быстро показать вам, как будет выглядеть готовый магазин прямой поставки Shopify, когда мы закончим его создание здесь в этом уроке. Итак, прежде всего, это именно тот продукт, для которого я решил создать этот интернет-магазин. Это что-то вроде мини-вентилятора, который также можно сложить и повесить на шею. Вы также можете использовать его в качестве пауэрбанка для зарядки телефона. Так что это очень крутой продукт, который мы также можем продавать визуально. Такой отличный продукт для прямой поставки. У него отличные отзывы и здесь, на AliExpress. И мы можем купить его здесь за 8,5 долларов плюс доставка. И после создания нашего фирменного магазина прямой доставки Shopify для этого продукта, мы определенно сможем продавать этот продукт за 30 и даже за 40 долларов. И мы начнем со страницы продукта, потому что это будет самая важная страница, ведь именно на нее мы собираемся направлять людей с нашей рекламой в TikTok, Facebook и так далее. И мы также сосредоточимся на мобильной версии, потому что 90% вашего трафика будет приходиться с мобильных телефонов. Вот как будет выглядеть ваша страница продукта, на которую люди попадут, когда нажмут на вашу рекламу. Итак, у вас будет логотип наверху и я покажу вам, как именно создать простой логотип. И тогда у вас будут изображения, которые мы можем найти просто в интернете для этого конкретного продукта. У нас будет торговая марка нашего продукта, цена, несколько отзывов, которые мы собираемся импортировать напрямую с AliExpress. И также у нас будут разные цвета для этого продукта, на которые люди смогут нажимать. А затем вы измените цвет здесь внизу, чтобы люди могли точно увидеть, как выглядит продукт. У нас есть кнопка «Добавить в корзину» вот здесь, а затем у нас есть описание этого продукта, на которое мы потратим некоторое время, чтобы создать отличный текст, чтобы люди захотели купить этот продукт. Отличная стратегия использовать гиф-изображение для общения, потому что это намного более увлекательно. Вы можете просто показать людям, как использовать этот продукт и как он будет выглядеть, если они будут использовать его каждый день. И мы также создадим здесь некоторый текст, который будет просто копироваться, опять же, объясняя преимущества и показывая им, как жизнь людей улучшится после того, как они купят этот продукт. А затем просто добавьте некоторые часто задаваемые вопросы, информацию о продукте, как использовать, политику доставки и возврата. Это всего лишь несколько выпадающих меню, на которые люди могут щелкнуть, и тогда они увидят всю информацию. Внизу будут наши отзывы. Опять же, мы просто импортируем их напрямую с Алиэкспресс. Это займет всего пару секунд. Кроме того, это также очень важно для вашей страницы продукта, чтобы люди могли видеть, что люди купили этот продукт и вполне им довольны. Итак, это будет в конце страницы продукта. Мы также можем посмотреть на компьютерную версию страницы вот здесь. Опять же, большинство людей увидят его в мобильной версии, так что это будет более важно. Но с Shopify вам не нужно так сильно беспокоиться. И что все оптимизировано, потому что у Shopify есть адаптивный конструктор. Так что все будет оптимизировано как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств. Затем мы также собираемся создать домашнюю страницу прямо здесь. Теперь главная страница. Если вы собираетесь направлять людей прямо на домашнюю страницу, очевидно, также вы хотите убедиться, что ваша домашняя страница выглядит очень красиво. Однако, если вы собираетесь отправлять людей прямо на страницу продукта, вам не нужно тратить столько времени на домашнюю страницу, если вы не собираетесь просто протестировать этот продукт. Потому что 99% людей никогда даже не нажмут на вашу домашнюю страницу Таким образом вы можете просто создать что-то подобное прямо здесь Просто главное изображение с небольшой информацией о вашем продукте и кнопкой купить И этого будет достаточно, потому что опять же, большинство людей даже не зайдут на эту конкретную страницу Тем не менее, я все же потратил немного времени, чтобы добавить некоторые красивые визуальные эффекты для домашней страницы Добавил сюда несколько GIF файлов, немного текста, некоторые преимущества А затем также добавил раздел с функциональными продуктами На самом деле мы можем посмотреть на это и в мобильной версии А затем они также могут купить это прямо здесь, на главной странице А еще у нас будет нижний колонн-титул, который будет виден на каждой странице Где у нас будет политика конфиденциальности, политика возврата, политика доставки, условия обслуживания Мы создадим все эти страницы и добавим их Мы также собираемся добавить контактную страницу Люди могут просто щелкнуть контакт, а затем ввести все данные здесь Так что в целом это будет очень простая, но очень эффективная настройка интернет-магазина Которую вы можете использовать для продажи любого продукта прямой поставки Итак, первым шагом будет получение бесплатной пробной версии Shopify Поэтому я оставлю ссылку на эту конкретную целевую страницу внизу в описании Это будет целевая страница моего тренера по коммерции Shopify Где вы сможете получить 14-дневную бесплатную пробную версию И вы также получаете специальные предложения Например, прямо сейчас, когда вы можете получить скидку 97% На первые 3 месяца использования Shopify после окончания 14-дневной пробной версии В зависимости от того, когда вы будете смотреть это видео Может быть какое-то другое предложение Или иногда у них нет никаких предложений Но обязательно проверьте страницу, чтобы увидеть все текущие предложения Итак, чтобы зарегистрироваться в Shopify Мы просто вводим наш адрес электронной почты прямо здесь А затем просто нажимаем «Начать бесплатную пробную версию» Затем здесь мы вводим пароль и выбираем имя магазина Теперь, если вы не знаете, как будет называться ваш магазин Не беспокойтесь, просто введите что-нибудь общее Потому что мы всегда можем изменить название нашего магазина позже Так что просто введите что-нибудь А затем нажмите, чтобы создать свой магазин Затем здесь мы просто пропустим все вопросы Потому что это действительно не имеет значения А затем мы решим, в какой стране находится наш бизнес И нажмем «Войти в мой магазин» Теперь мы находимся на панели инструментов нашего магазина Shopify Где мы собираемся начать с выбора темы Это даст нам базовую структуру нашего магазина Итак, я нажму на интернет-магазин прямо здесь, с левой стороны А затем на темы И затем, как мы видим, текущая тема, которая уже установлена Это тема «Down» На самом деле я выберу другую И я выберу одну из трех тем Итак, я нажму на бесплатные темы вот здесь И тогда вы увидите 9 разных бесплатных тем Для этого магазина я выберу тему «Sense», которая мне очень нравится И нажму на «Sense» А затем я нажму «Добавить в библиотеку тем» А затем, как только новая тема будет установлена Мы просто нажимаем «Действие», а затем нажимаем «Опубликовать» Затем снова подтвердите «Опубликуйте» И вот мы переключились с темы по умолчанию, которая была темой «Down» На новую тему «Sense» И теперь следующий шаг – импортировать наш продукт в наш магазин Shopify Так что я буду совершать прямую поставку с AliExpress, который является самым популярным местом для дропшиппинга товаров А при доставке с AliExpress вы можете использовать инструмент под названием Deezers, который значительно упрощает задачу Поэтому нажмите на эту ссылку, а затем, как только вы окажетесь здесь, просто нажмите «Попробовать бесплатно» Затем здесь вы можете просто создать учетную запись со своей электронной почтой и паролем А затем нажать «Создать учетную запись» И теперь здесь мы можем связать наш магазин с Shopify, нажав Shopify прямо здесь И это приведет нас в магазин приложений Shopify, где мы собираемся установить приложение для прямой поставки AliExpress от Deezers Итак, здесь мы просто нажимаем «Добавить приложение» Затем здесь мы хотим убедиться, что это наш адрес электронной почты Shopify, который мы только что использовали для регистрации в Shopify А затем нажмите «Да» Затем нажмите «Установить приложение» прямо здесь Затем нам нужно будет выбрать план для этого приложения Я выберу базовый план, который бесплатный, так что я нажму здесь, чтобы начать И затем здесь мы собираемся нажать на AliExpress Итак, теперь нам нужно подключить наше приложение Deezers к AliExpress Так что если у вас уже есть учетная запись AliExpress, вы можете войти прямо здесь На самом деле, мне нравится создавать новую учетную запись AliExpress для каждого нового магазина Итак, я нажму «Зарегистрироваться», а затем создам новую учетную запись AliExpress прямо здесь Затем здесь мы собираемся нажать на авторизацию И теперь мы можем начать импорт продуктов, нажав вот здесь Тогда мы можем просто пропустить туториал, потому что я покажу вам сейчас все, что вам нужно знать Теперь нам также нужно установить расширение Chrome для Deezers Итак, мы нажмем на «Домой» вот здесь в левом верхнем углу А затем нажмем на расширение Chrome Так что вам нужно будет использовать браузер Google Chrome, чтобы это сработало Итак, мы нажмем «Добавить в Chrome» вот здесь, а затем подтвердим добавление расширения И это добавит расширение Chrome в браузер Однако, чтобы мы могли видеть его всегда, нам нужно щелкнуть значок пазла, а затем сделать этот значок булавки синим вот здесь И тогда мы всегда сможем увидеть расширение здесь вверху Теперь нам также нужно войти в нашу учетную запись Deezers Итак, мы нажмем на Deezers прямо здесь и мы попадем на домашнюю страницу А затем мы нажмем «Войти» и это должно автоматически подключить наше расширение Chrome к нашей учетной записи Deezers Итак, как только это будет сделано, мы можем вернуться на страницу Алиэкспресс, откуда мы собираемся доставлять товар И, как вы можете видеть здесь внизу, у нас есть новая кнопка с надписью «Добавить в Deezers», которую мы собираемся использовать для импорта нашего продукта в Shopify Итак, прежде чем мы это сделаем, я хочу быстро показать вам, что здесь вверху с нашим расширением вы также можете изменить некоторые параметры Итак, как вариант, мы вообще оставим пока способы доставки Если вы собираетесь продавать не только в США, но и в другой стране, вы также можете изменить страну здесь Так, например, если бы вы продавали в Великобритании, мы бы выбрали Соединенное Королевство, вот здесь А затем также изменили бы валюту на британские фунты стерлингов Тем не менее, я хочу продавать этот продукт в Соединенных Штатах Я собираюсь оставить в Соединенные Штаты, а также оставить валюту в долларах США Нажмите на настройки обновления А потом я хочу снова прочитать страницу, чтобы убедиться, что кнопка импорта работает А теперь я нажму «Добавить в Deezers» здесь внизу И теперь мой продукт будет импортирован в мою учетную запись Deezers Итак, теперь мы можем вернуться к нашей панели инструментов Deezers И щелкнуть список импорта здесь слева И теперь мы видим, что наш продукт находится в нашем списке импорта Откуда мы можем отправить его в наш магазин Shopify Но прежде чем мы это сделаем, мы быстро нажмем «Изменить продукт» А затем убедимся, что импортируем только те варианты, которые действительно хотим продавать в нашем магазине Итак, здесь мы нажимаем на варианты, в которых мы видим, что этот продукт представлен в четырех разных цветах Белым, зеленым, синим и розовым Так, например, если вы хотите продавать только зеленую версию Мы можем просто удалить все остальные версии прямо здесь И тогда будет импортирован только этот вариант Здесь я хочу продавать все варианты Так что я просто оставлю все как есть Мы также можем нажать на «Описание» и убедиться, что мы удалили все, что не хотим импортировать На самом деле это не имеет значения, потому что мы все равно изменим все вручную позже, когда создадим страницу продукта Кроме того, у нас также есть изображение, поэтому мы можем просто выбрать все изображения, которые вы хотите импортировать в свой магазин Shopify И затем, что также важно, нажмите на информацию о доставке и убедитесь, что продукт действительно доставляется в страну, в которой вы хотите продавать Итак, я хочу продавать этот продукт в Соединенных Штатах Я наберу «Соединенные Штаты», нажму на значок «Поиска» и тогда я увижу, что товар доставляется в Соединенные Штаты Время доставки невелико, что вполне обычно для продуктов прямой поставки Я мог бы найти этот продукт у другого поставщика, такого как CG Dropshipping, Zendrop или Spocket или что-то в этом роде Где он уже находился бы на складе в США, где я получу намного меньше времени доставки Тем не менее, вначале я не люблю тратить много времени, пытаясь найти идеального поставщика для этого продукта Потому что для большинства продуктов вы найдете несколько поставщиков Но я хочу сначала протестировать этот продукт с помощью рекламы и убедиться, что продукт действительно работает на рынке Прежде чем я потрачу больше времени на поиск хорошего поставщика и проверю, что время доставки минимальное Так что это меня сейчас вполне устраивает Итак, я нажму «Сохранить», а затем мы можем нажать «Отправить в Shopify» прямо здесь Здесь мы ставим галочку «Также опубликовать в интернет-магазине», а затем нажмем кнопку «Отправить в Shopify» Итак, теперь мы можем вернуться в наш магазин Shopify, нажать на «Продукты» и тогда мы увидим, что у нас есть новый продукт в нашем магазине Отлично! Итак, теперь, когда у нас есть наш продукт в нашем магазине Shopify, самое время подумать о хорошем бренде, под которым мы хотим продавать этот продукт Который мне нравится использовать для получения вдохновения для названий брендов для магазинов Shopify, является генератор названий брендов «Namelex» Так что вы также найдете ссылку на него внизу в описании Вы можете просто ввести любое слово, относящееся к вашему продукту, скажем, например «Свежий» Затем мы можем нажать «Создать», а затем решить, какую случайность вы хотите Итак, скажем, среднее нас устроит Нажмите «Создать» и это даст нам некоторые идеи о том, каким может быть бренд для нашего магазина Однако, вы обнаружите, что многие из этих имен уже заняты, поэтому мне больше нравится использовать этот сайт как источник вдохновения А потом еще один простой генератор имени бренда вот здесь Итак, скажем, например, мы используем слово «BRIS» Затем мы щелкаем на «Генерировать имена» Так что это на самом деле от Shopify И тогда мы получаем много словосочетаний со словом «BRIS» Таких как «Общенациональный бриз», «Октановый бриз» Просто найдите пару названий, которые, по вашему мнению, будут хорошим брендом для вашего продукта И затем, как только вы его найдете, вы можете перейти на этот сайт прямо здесь Namechecker.com А затем ввести название своего бренда вот здесь Потому что вам нужно убедиться, что домен доступен Вы хотите убедиться, что самые важные сайты социальных сетей доступны для этого имени Так что это поможет вам продвигать свой сайт позже И особенно вы хотите получить домен .com для вашего бренда Так что название, которое я придумал для этого магазина – «My Easy Breeze» Это не лучшее имя, но тем не менее звучит так, что очень легко произнести «My Easy Breeze» И легко понять, что это значит Итак, My Easy Breeze – продукт прост в использовании И он дает мне прохладный ветерок охлаждающего вентилятора Итак, затем я могу щелкнуть значок поиска, а затем увидеть В одном предоставлении я могу увидеть все самые важные вещи, которые должны быть доступны Так, например, .com доступен Это самое главное У нас есть Facebook, Twitter, Tumblr и так далее Позже в видео я также покажу вам, как очень быстро создать простой логотип для вашего бренда А пока давайте перейдем к странице продукта Итак, я нажму на продукт прямо здесь, в нашем магазине Shopify И первое, что я собираюсь сделать, это просто удалить название продукта, импортированное с Алиэкспресс А также описание продукта Итак, теперь, когда я знаю название своего бренда, я собираюсь использовать его и для названия продукта Итак, я наберу «My Easy Breeze» И мне также нравится добавлять этот символ товарного знака прямо здесь, в конце названия бренда Потому что это выглядит намного более официально И затем я продолжаю с названием продукта Итак, скажем мини-вентилятор охлаждения, а затем мы перейдем к описанию Итак, теперь просто для того, чтобы вы могли увидеть, где на самом деле будет отображаться описание продукта в нашем магазине Оно будет на странице продукта, когда люди прокручивают страницу продукта вниз Итак, мы видим, что это страница продукта, которую мы собираемся сделать прямо сейчас И затем после кнопки «Добавить в корзину» здесь начинается описание Таким образом, мы можем добавить изображения Мы можем добавить немного текста Мы можем добавить несколько изображений GIF И вот в основном люди прокручивают, когда они не уверены, стоит ли им покупать Если они должны купить продукт или если им просто нужна дополнительная информация Так что это отличное место для вас, чтобы рассказать об основных преимуществах, которые люди получат от этого продукта А также обсудить некоторые возражения, которые возникают у людей, когда они думают о покупке этого конкретного продукта Так, например, когда люди думают о том, а может быть батарея не будет работать очень долго Тогда скажите им, как долго она будет работать И надеюсь, это убьет их возражения И они подумают, хорошо, это на самом деле хороший продукт И тогда они в конечном итоге купят Это именно то, что мы хотим сделать с нашим описанием продукта И для того, чтобы мы могли создать это описание продукта, нам нужно провести некоторое исследование нашего конкретного продукта И способ, которым я люблю заниматься исследованием продукта и созданием текста для продажи моего продукта Это просто открыть документы Google И затем здесь я просто сделаю некоторые заметки обо всем, что я нашел об основных преимуществах этого продукта А также о некоторых возражениях, которые люди имеют в отношении этого конкретного продукта И место, с которого мне нравится начинать исследование продукта, на самом деле является местом, где я собираюсь купить этот продукт Откуда я собираюсь его доставлять В данном случае это Алиэкспресс Так что здесь мы можем просто прокрутить вниз и прочитать описание этого продукта Но обычно вы не найдете здесь слишком много информации Вы можете найти некоторые факты о качестве, например, материалы, которые они использовали для этого конкретного продукта Некоторые функциональные возможности продукта и так далее Но обычно я нахожу больше информации, когда на самом деле перехожу к отзывам клиентов, вот здесь И просто начинаю читать некоторые из обзоров Потому что в отзывах реальных клиентов мы можем найти много информации о том, почему люди купили этот продукт и что им нравится в нем Так вот, например, мы можем видеть быструю зарядку, которая делает жару намного более терпимой Аккумулятора хватает на несколько часов Итак, только из этого обзора мы видим, что быстрая зарядка является важной темой для этого человека А также то, что батарея работает несколько часов Таким образом, время автономной работы, вероятно, является темой, которую мы хотим затронуть в нашем рекламном тексте Затем у нас есть отличный удобный вентилятор охлаждения, а также выглядит потрясающе Так что здесь мы также можем сделать несколько ссылок на отличный дизайн этого вентилятора Потому что это также может быть хорошим аргументом в пользу продажи Почему люди хотят купить его? Потому что он просто великолепно выглядит И еще один отличный способ провести исследование продукта Просто посмотреть на другие магазины, которые продают точно такой же продукт И я быстро покажу вам, как легко найти эти другие магазины Итак, что я делаю? Так это просто беру одно из изображений продукта, который я продаю Так что проще всего перейти к описанию прямо здесь, прокрутить вниз Затем просто перетащить это изображение на рабочий стол А затем вы откроете новую вкладку и наберете «Картинки Гугл» и щелкните здесь к «Картинки Гугл» А затем мы собираемся найти все веб-сайты, на которых есть это конкретное изображение Итак, я нажму на поиск по изображению прямо здесь И теперь я могу просто перетащить это изображение в это поле прямо сюда А затем Google выдаст все сайты на страницы которых здесь есть это изображение И, естественно, это будут все сайты, которые продают этот конкретный продукт. Итак, здесь мы видим другой магазин прямой поставки, продающий точно такой же продукт. И они также используют тему Sense, как мы видим здесь. Таким образом, сайт уже выглядит примерно так же, как тот, который мы создаем прямо сейчас. Итак, здесь вы можете просто просмотреть рекламный текст, который они используют здесь. А затем посмотрите, какие моменты вы также хотите включить в свой продающий текст. Еще одна замечательная страница, на которую можно пойти, это перейти на Amazon. Люди также продают этот продукт на Amazon. Тогда вы можете просто прокрутить вниз, посмотреть описание продукта и здесь. Тут вы также можете найти важную информацию, несколько хороших коммерческих предложений и, опять же, перейти к обзорам. Итак, вы хотите нажать на обзоры, рейтинги прямо здесь. Итак, теперь после нескольких минут просмотра некоторых обзоров и некоторых описаний продуктов, я отметил эти основные преимущества, а также эти возражения, которые мы должны рассмотреть в нашем описании продукта. Следующим шагом будет создание очень хороших заголовков из этих пунктов вот здесь. Теперь для всех моментов, которые я хочу затронуть в своем рекламном тексте, я быстро создал несколько заголовков. Например, «Наслаждайтесь свежим и прохладным бризом в любое время и в любом месте» или «My Easy Breeze всегда с вами готовы к работе». Это связано с преимуществами портативного и компактного дизайна. Итак, когда у вас есть все ваши заголовки, вы также можете создать краткое описание для каждого из заголовков. Итак, в кратком отписании вам просто нужно создать два или три предложения, объясняющих, в чем именно заключается преимущество. Например, «Тебе жарко? Просто достань «My Easy Breeze» и дай ему сделать свою работу». Это освежит вас буквально в любое время, где угодно – на работе, в путешествии или просто за просмотром Netflix на телефоне. Благодаря тонкой складной конструкции «My Easy Breeze» поместится в любой сумке или кармане. Наслаждайтесь прохладным бризом, освободив руки благодаря удобному ремешку. Итак, мы просто хотим создать убедительное описание для каждого из заголовков здесь. И теперь последний шаг – найти хорошие визуальные эффекты, которые подчеркивают эти преимущества. Таким образом, вы можете просто использовать изображение, если хотите, но еще лучше было бы использовать GIF, потому что с помощью GIF вы можете намного лучше передать, как работает продукт, и это намного более увлекательно. Это удерживает людей на странице гораздо дольше, чем просто изображение. Если у вас есть доступное видео для вашего продукта, что в случае с этим продуктом есть у нас, потому что это первое здесь – это видео, тогда вы можете создать несколько GIF-файлов из этого видео. Так что мне нравится это делать, просто пойти и проверить, щелкнув правой кнопкой мышки и проверить. И тогда мы сможем найти это видео прямо здесь, перейдя по стрелке вниз вот сюда. Затем мы видим, что это ссылка на видео, но мы просто откроем ее в новой вкладке. И тогда мы сможем увидеть, мы должны увидеть видео прямо здесь. Итак, теперь мы можем нажать на три точки и нажать «Загрузить». И следующая вкладка будет заключаться в том, чтобы просто преобразовать некоторые из этих сцен в этом видео в формат GIF, что я сейчас покажу вам, как это сделать. Так что, как только он будет загружен, мы можем просто перейти в Google и ввести GIF Creator, я думаю. И это должно привести нас к этому easygif.com, который является очень простым генератором GIF. Затем мы собираемся просто направить видео прямо сюда, а затем нажать «Загрузить» и сделать GIF. И затем здесь у нас есть полное видео для этого конкретного продукта. Итак, что мы хотим сделать, так это найти моменты, когда то, что мы поместили здесь в описании, будет очень хорошо продемонстрировано. Так, например, «My Easy Breeze» всегда с вами, готовы к работе. Я хочу найти часть, где она достает его из сумки, как здесь. А затем я могу просто нажать на использование текущей позиции. Это будет первая точка GIF, а потом она его достает и сама включает. Так что это будет весь GIF. Так что я просто найду конечную точку прямо здесь, нажму на время окончания, использую текущую позицию, а затем нажму на «Конвертировать в GIF». И теперь он преобразует эту часть видео в GIF, которые я теперь могу скачать, просто нажав «Сохранить» прямо здесь, вверху. И теперь он у меня сохранен прямо здесь. Так что я собираюсь сделать это для каждого заголовка, который у меня есть для этого продукта. Итак, что я сделал, так это создал папку для всех этих GIF-изображений, созданных для описания продукта, как вы можете видеть прямо здесь. И опять-таки, если вы не можете найти какое-либо видео для создания GIF-файлов, просто используйте некоторые из изображений, которые вы можете найти для своего продукта, которые имеют смысл для вашего продающего текста. Итак, теперь у нас есть все, что нам нужно для описания нашего продукта. Таким образом, мы можем просто скопировать все, что мы подготовили, прямо сюда, в Google Документы. Скопируйте, а затем мы можем просто вставить его в наше описание. И теперь мы также можем добавить наши GIF-файлы или изображения, которые мы только что подготовили. Итак, я добавлю первый прямо здесь, под первым заголовком. Итак, я нажму на этот значок «Вставки изображения», а затем перейду в свою папку, где у меня есть контент для этого магазина. И я нажму на GIF-файлы, и я думаю, что первый – вот этот, так что я просто перетащу его. Как только он будет загружен, мы можем просто щелкнуть GIF, а затем щелкнуть по вставке изображения. Отлично. Итак, я делаю то же самое для всех остальных GIF-файлов. Так что следующий будет прямо здесь, под вторым заголовком. А то тут внизу я еще и гарантию добавил. Так что это всего лишь 30-дневная гарантия возврата денег для всех, кто не удовлетворен продуктом. Это просто устранит некоторый риск для клиента, что должно увеличить наш общий коэффициент конверсии. И я также собираюсь добавить изображение прямо здесь. Так что его немного легче увидеть в описании, и это будет прямо вот тут. Я использовал Canva.com для создания его. Это простой инструмент для дизайна, в котором вы можете перетащить текст, а затем добавить фон. Так очень легко сделать. И затем в самом верху описания мне действительно нравится добавлять пакетное предложение. Это также очень хороший способ увеличить среднюю стоимость заказа в вашем магазине. Чтобы побудить людей не покупать только один продукт, а покупать два или даже больших товаров, предоставляя им скидку. И так есть разные приложения, которые вы можете использовать, чтобы предлагать людям скидки. Самый простой способ начать и протестировать продукт, просто создать что-то подобное. Опять же, просто изображение, на котором написано, купите два или более, получите дополнительную скидку 20% или 10% или что-то еще, что вы хотите предложить. И это будет автоматически применяться при оформлении заказа, который мы сейчас настроим здесь. И теперь, когда у нас есть весь этот контент, мне нравится просто щелкать по всем изображениям и проверять, что они расположены по центру, а также GIF файлы тоже по центру. А потом еще и титулы. Я хочу изменить их с абзаца на третий заголовок, это просто сделает их немного больше. И затем я также хочу сделать это по центру. И я собираюсь сделать это для всех заголовков и всех изображений. Прекрасно! Итак, это все, что мы собираемся сделать для описания нашего продукта, чтобы просто протестировать этот продукт. И мы через минуту посмотрим, как это выглядит на нашем сайте. А пока давайте просто нажмем сохранить, чтобы убедиться, что все изменения сохранены. А затем перейдем к изображениям продукта. Так как мы использовали приложение Deezers для импорта нашего продукта в Shopify, изображения, которые уже находятся здесь, на странице продукта, это те, которые мы находим здесь, на Алиэкспресс. Если вы прокрутите страницу вниз, вы увидите, что все эти изображения импортируются, что, честно говоря, не так уж и плохо. Так что я буду использовать эти изображения, которые я нахожу прямо здесь, на Алиэкспресс. Теперь иногда очень сложно найти хорошее изображение для вашего продукта. Что вы также можете сделать, так это просто снова перейти к поиску изображений Google, а затем вы можете сделать то же самое, что мы делали раньше с исследованием продукта. Вы просто выполните поиск по изображению, а затем перетащите одно из изображений, которое вы получите от своего поставщика. И таким образом вы найдете больше изображений. Итак, когда вы нажимаете на визуально похожие изображения, Google выдает вам гораздо больше изображений визуально похожих картинок. И в большинстве случаев вы найдете больше изображений вашего конкретного продукта, который вы хотите продать. И здесь вы должны быть осторожны, чтобы не использовать фото, защищенные авторским правом от других конкурентов, которые уже сделали изображения на заказ. Но если это фотографии от поставщика, то обычно их можно использовать в вашем магазине. Особенно если вы просто хотите протестировать продукт. Так что пока я просто буду использовать эти фотографии, которые у меня есть с Алиэкспресс, вот здесь. Я просто собираюсь немного изменить порядок, просто перетащив эти картинки. Так что я на самом деле пошел и нашел еще несколько изображений для этого продукта. Потому что многие изображения с Алиэкспресс, на них было много текста, и мне не очень понравилось, как это выглядит в магазине. Так что я на самом деле пошел и использовал метод, который я показал вам раньше, чтобы найти те же картинки, но без текста. И я нашел несколько, так что это те, которые я нашел и затем хочу использовать в магазине. Так что это будет просто несколько фотографий людей, использующих продукт, некоторые из различных вариантов использования. И затем в конце будет 4 разные опции. Итак, давайте перейдем к следующему шагу, а именно к параметрам этого продукта. Дизерс уже импортировал пару вариантов. Это цвет и доставка откуда. На самом деле мы можем удалить это, потому что это вам не нужно в нашем магазине. Затем, что касается цветов, мы можем оставить все как есть, потому что мы продаем все варианты. Белый, зеленый, синий и розовый. Итак, мы нажмем готово вот здесь, а затем убедимся, что у нас есть изображение для всех вариантов. Итак, для белого мы нажмем на это изображение здесь. А затем просто выберем либо это изображение, либо это. Думаю, я выберу вот эту картинку. И затем мы собираемся сделать то же самое и для других вариантов. А затем, чтобы скорректировать цену продукта, мы нажмем изменить для одного из этих вариантов вот здесь. А затем здесь для каждого варианта мы можем установить цену. Итак, я хочу продавать это за 29.99. Для начала, чтобы протестировать продукт. И я также собираюсь добавить сравнительную цену, чтобы люди могли видеть, что это действительно продается. И я поставлю здесь 59.99. Так что будет скидка 50%. И я в основном делаю то же самое для всех других продуктов. Итак, зеленый, синий и розовый будут иметь одинаковую цену. Так что, как только это будет сделано, мы можем вернуться прямо сюда. И затем последний шаг – настроить URL для нашего продукта. Теперь, как вы можете видеть, это наш текущий URL вот здесь, который выглядит слишком длинным и не очень красивым. Итак, мы собираемся нажать кнопку редактирования SEO сайта, и заголовок страницы на самом деле в порядке. My Easy Breeze Mini Cooling Fan выглядит очень фирменно. Вы можете добавить описание прямо здесь. Я не собираюсь сейчас с этим заморачиваться. Что я собираюсь сделать, так это просто изменить конец URL адреса на что-то более короткое и просто My Easy Breeze. Итак, это все. Тогда я нажму «Сохранить». А теперь, как вы, наверное, помните, мы добавили предложение скидки на набор в описании нашего продукта вот здесь. Поэтому, когда люди покупают два или более продукта, они получают скидку 20%. И теперь мы хотим настроить это на нашей панели инструментов Shopify, чтобы скидка применялась автоматически в магазине. Итак, мы собираемся опять-таки нажать «Сохранить» вот здесь. А затем мы пойдем на левую сторону и нажмем на «Скидки» здесь, где мы можем настроить все различные скидки, которые мы хотим предложить. Здесь мы нажмем «Создать скидку». Здесь мы можем выбирать из различных типов скидок. Мы будем использовать сумму скидки на заказ. Итак, мы нажмем здесь, а затем сделаем автоматическую скидку. Мы назовем эту скидку на набор и сделаем скидку 20%. Опять же, вам не обязательно делать 20%. Вы также можете делать меньше или больше, в зависимости от того, что имеет смысл для расчета вашей прибыли. Причина, по которой мы это делаем, заключается в том, что когда кто-то заказывает более одного продукта, мы можем сэкономить немного денег на расходах на рекламу, а также на стоимости доставки. И обычно это просто дает нам больше прибыли в целом. Так что это определенно хорошая идея, чтобы предлагать пакеты для большинства продуктов, а затем минимальные требования к покупке. Итак, мы собираемся сказать, что минимальное количество предметов будет 2, поэтому когда они покупают 2 или более, они получают скидку 20% на весь заказ. Дата начала будет сегодня, тогда время начала не имеет значения. И вы также можете установить дату окончания, но здесь это не имеет большого значения. Так что мы просто оставим все как есть и нажмем «Сохранить скидку». Итак, мы почти закончили со страницей продукта. Давайте зайдем в редактор и посмотрим, как сейчас выглядит наша страница продукта. Итак, давайте нажмем на интернет-магазин слева, а затем перейдем к темам. И затем здесь мы можем нажать «Настроить» рядом с нашей темой. И это откроет редактор для нашего интернет-магазина. Итак, мы находимся прямо на домашней странице, которая просто по умолчанию сделана из нашего шаблона. Здесь мы также внесем некоторые коррективы, а пока давайте перейдем с нашей домашней страницы на страницу продукта. И здесь мы можем просто нажать на продукт по умолчанию, и это откроет страницу продукта, которую мы только что создали. Теперь мне нравится переключаться с компьютерного на мобильный вид прямо здесь, в правом верхнем углу. Таким образом мы можем точно увидеть, как она выглядит на мобильных устройствах. А это опять же, как большинство людей увидят вашу страницу, потому что они будут посещать ее с мобильного телефона. Вот так сейчас выглядит наша страница. У нас есть изображение, название продукта, цена, которую мы определили, различные опции, а затем кнопка «Добавить в корзину» и кнопка «Купить». А вот описание, которое мы подготовили с нашими изображениями, а также с нашими гифками. Так что с виду все довольно понятно. Великолепно! И затем у нас есть еще что-то здесь, на дне. Теперь, чтобы вы понимали, как работает этот редактор, у вас в основном есть все элементы, все блоки на этой странице, здесь, с левой стороны. Вы можете нажать на них здесь, а затем вы можете сделать все настройки здесь, в правой части редактора. Итак, давайте пройдемся сверху вниз и внесем некоторые коррективы на нашу страницу продукта. Итак, давайте начнем с панели объявлений вверху. Вам она на самом деле не нужна, так что если вы не хотите ее, вы можете просто нажать на значок удаления вот здесь, и тогда это просто исчезнет с вашей страницы. Если вы хотите что-то отменить, просто нажмите кнопку отмены прямо здесь, вверху, и все вернется к тому, как было раньше. Тогда здесь, чтобы изменить это, мы просто идем вправо, и я фактически изменю текст на этот прямо здесь. Только сегодня скидка 50% и бесплатная доставка. И это все, что я собираюсь сделать здесь для панели объявлений. Изображение здесь в порядке. Что я собираюсь сделать, так это удалить это название магазина со страницы продукта. Так что я просто нажму на него, а затем на значок лида, и тогда он исчезнет. Название выглядит хорошо, цена выглядит хорошо, цвет, количество. Здесь, насчет кнопок, вы можете просто изменить, чтобы отображалась только одна кнопка. Итак, когда вы нажимаете на... когда вы снимаете этот флажок с правой стороны, у вас остается только кнопка «Добавить в корзину», что делает все немного чище. Мне нравится делать это здесь, на странице продукта, а потом здесь мы собираемся прокрутить вниз до описания. Так что мы уже все оптимизировали здесь, и это выглядит хорошо. А затем здесь эти элементы, где вы можете в основном щелкнуть стрелку, и тогда просто отобразится текст. Мы можем использовать их для наших часто задаваемых вопросов, для информации о наших продуктах, как использовать доставку, политику возврата и так далее. Поэтому, чтобы изменить их, мы можем просто щелкнуть по ним. А затем с правой стороны мы можем изменить их, например, на «чего». А затем мы также можем изменить значок с плана на что-то, что имеет смысл. Скажем, мы собираемся использовать вопросительный знак для часто задаваемых вопросов. А затем, что касается контента, здесь мы можем просто ввести все вопросы, которые есть у людей о нашем продукте. А затем также дать ответы прямо под вопросом. Затем мы собираемся сделать то же самое для других элементов здесь. Так, это, например, было бы как использовать. И тогда мы могли бы просто дать краткое описание того, как использовать этот продукт. Если вы хотите добавить больше этих элементов, просто перейдите на левую сторону, нажмите здесь, чтобы добавить блок. А потом можно добавить что-то вроде разборной дороги. Вот что это за элемент. А затем он просто добавит еще один из этих элементов. И чтобы переставить эти элементы, мы просто идем в левую сторону, держим элемент прямо здесь, а затем перетащим его туда, куда вы хотите. Например, прямо сюда. И тогда он просто изменит порядок. Итак, это элементы, которые я бы добавил на эту страницу. Просто некоторые часто задаваемые вопросы, информация о продукте, некоторые технические характеристики, как использовать раздел, политика доставки, а также политика возврата. Затем вы также можете использовать эти элементы здесь, чтобы рассказать о своем бренде, добавить еще визуальных эффектов и прочего. Я обычно просто удаляю их все, потому что я думаю, что это слишком много для страницы продукта. И после этих выпадающих меню мне действительно нужны обзоры, которые мы добавим позже. Итак, для всех этих разделов я просто нажму «Удалите раздел» в правом нижнем углу. Здесь снова «Удалите раздел». Так что мы можем просто легко удалить все, что нам не нужно на странице. И последнее, что мы собираемся добавить на нашу страницу продукта, это обзоры наших продуктов, которые также очень важны. Мы собираемся просто импортировать настоящие отзывы прямо со страницы товара Алиэкспресс. Итак, здесь мы видим, что у нас есть 84 отзыва об этом продукте. И мы собираемся просто импортировать некоторые из этих отзывов, включая фотографии. И мы собираемся использовать приложение, чтобы сделать это очень легко. Поэтому я оставлю ссылку на это приложение внизу в описании. Это приложение «Лукс» с обзорами продуктов и фотографиями. Итак, нажмите на эту ссылку, и вы окажетесь на этой странице прямо здесь, где мы можем просто нажать «Добавить приложение». Затем мы нажмем на «Установить приложение» вот здесь. Итак, как видите, «Лукс» — это платное приложение для Shopify. На самом деле, это единственное платное приложение, которое, я думаю, вам нужно при запуске нового магазина. И хорошо, что у них есть 14-дневная пробная версия, которой должно быть достаточно, чтобы запустить первую рекламу и посмотреть, сработает ли продукт. На самом деле, я рекомендую использовать план роста прямо здесь, потому что тогда вы сможете импортировать гораздо больше отзывов по сравнению с планом для начинающих. Здесь вы можете импортировать только около 20 отзывов, что выглядит не так хорошо, как если бы у вас было около 95 отзывов о вашем продукте. Это просто даст вам больше социальных доказательств. Вот почему я выбираю план роста прямо здесь и начинаю с 14-дневной пробной версии. И теперь, поскольку у нас еще нет плана Shopify, и мы не добавили способ оплаты, нам нужно сделать это сейчас. Итак, мы нажмем здесь «Добавить кредитную карту». Тут вы просто можете ввести всю информацию о своей кредитной карте и нажать «Добавить кредитную карту», а затем нажать «Одобрить». А теперь давайте добавим несколько обзоров, нажав здесь, чтобы начать. Пока что мы пропустим персонализацию. После того, как мы установили цвета для нашего магазина, мы также собираемся изменить цвет звездочек для обзоров этого приложения. Так что пока мы просто нажмем здесь «Пропустить». И затем это приложение также будет отправлять запросы на проверку вашим клиентам через определенное количество дней после того, как вы выполнили заказ. Так что корректировать сообщение можно прямо здесь. Но опять же, для тестирования продукта это не особо нужно. Так что я просто нажму здесь «Продолжить». И мы также можем дать скидку людям, которые оставят отзыв о продукте. Опять же, пока это не имеет особого значения, поэтому я нажму на «Пропустить». И затем здесь мы нажмем на «Импорт обзоров». И теперь, чтобы импортировать наши обзоры напрямую с Алиэкспресс, достаточно просто перетащить эту кнопку сюда в закладке вашего браузера. И затем мы хотим перейти на страницу товара Алиэкспресс, где мы собираемся купить товар. И тогда нам просто нужно нажать на закладку, которую мы только что добавили, и тогда откроется это окно. Итак, сначала мы должны решить, о каком продукте мы хотим импортировать отзывы. Так что это будет просто этот продукт, вот здесь, а затем я нажму на 100 отзывов. Вы также можете изменить рейтинг. Таким образом, вы можете сказать, что хотите импортировать только обзоры с 5 звездами или с 4 звездами и выше. Мне нравится просматривать каждый вручную и просто импортировать все отзывы, которые я считаю хорошими. А также иметь 4 звезды, может быть и 3 звезды, потому что это просто делает его более реалистичным. Дальше все страны нас устраивают. Переводить на английский, хорошо. А потом я просто нажму на предварительный просмотр и импортирую. Затем здесь вы просто можете просмотреть каждый обзор вручную и решить, хотите ли вы импортировать этот конкретный обзор или не хотите. Так что я нажму на импорт этого отзыва, потому что он выглядит хорошо. Он также содержит изображение. Затем следующий тоже выглядит хорошо. Итак, скажем, например, вы не хотите импортировать этот конкретный обзор. Все, что вам нужно сделать, это нажать отклонить вот здесь. И тогда он не будет импортирован в ваш магазин. Если несколько продавцов продают один и тот же товар на Алиэкспресс, вы также можете перейти к другим продавцам и импортировать их отзывы. Все, что вам нужно сделать, это перейти на страницу продукта. Снова нажмите на кнопку закладки, которую мы добавили, а затем пройдите тот же процесс. Итак, теперь давайте вернемся на страницу нашего продукта здесь на Shopify и посмотрим, что изменилось. Итак, теперь, как мы видим, у нас есть пара отзывов здесь на странице продукта с изображением, что очень приятно, а также с текстом и звездочками, так что это выглядит довольно хорошо. Итак, теперь следующим шагом будет настройка некоторых цветов нашего магазина. Итак, чтобы сделать это, мы перейдем к настройкам темы в левом нижнем углу, а затем нажмем на цвета вот здесь. И здесь вы можете увидеть и настроить все возможные цвета. Итак, как вы можете видеть, у нас уже настроены некоторые цвета, которые по умолчанию поставляются с этой темой. И мы хотим просто изменить некоторые цвета, чтобы они соответствовали нашему бренду. И что мне нравится делать, так это просто снимать некоторые фотографии, которые есть в нашем магазине. Итак, один инструмент, который мне нравится использовать для этого, называется Colorzilla. Это расширение для хрома. Я также оставлю ссылку ниже в описании на него, так что вы можете просто добавить его. И тогда у вас будет этот значок здесь, в верхней части вашего браузера, на который вы можете просто щелкнуть, а затем вы можете щелкнуть по выбору цвета. И тогда вы можете просто навести курсор на экран, а затем просто выбрать любой цвет, который вы хотите. Итак, давайте выберем здесь этот зеленый. Итак, теперь мы сохранили его в буфере обмена. Теперь мы можем просто вернуться к настройкой темы, цветам, а затем давайте, например, изменим этот акцентный цвет здесь на зеленый, который я только что скопировал. вот так и затем как мы видим кнопка теперь стала зеленой как у этого продукта так что теперь это выглядит очень фирменно так что эта стратегия которую я люблю использовать поэтому лучшее что вы можете сделать это просто попробовать несколько разных цветов немного поиграть с ними поэкспериментировать здесь с некоторыми из этих цветов пока все не будет выглядеть идеально и так немного поигравшись с цветами я решил остановиться на этой теме так что основной темой будет зеленоватый цвет и еще вот такой вот желтый тон в качестве фона и так теперь цветовая тема должна совпадать со всеми страницами кроме одной страницы которая является страница оформления заказа и так мы собираемся здесь перейти на страницу оформления заказа и затем мы видим что кнопка здесь по-прежнему синяя что является цветом по умолчанию и чтобы изменить это нам нужно щелкнуть вот здесь чтобы открыть настройки оформления заказа а затем прокрутить до самого низа и здесь где внизу написано оформить заказ мы также можем изменить цветовую тему и так здесь вы можете видеть что она все еще синяя и так мы собираемся нажать здесь на эту кнопку а затем мы можем изменить ее на зеленую которую мы только что добавили ранее вот так я также собираюсь изменить это вот так и теперь кнопка должна стать зеленой ну вот а вот чего еще не хватает нашем магазине так это красивого логотипа нашего бренда который будет размещен вот здесь и так сейчас я покажу вам как быстро создать логотип с помощью инструмента под названием канва точка ком вы также найдете ссылку на этот сайт внизу в описании по сути это очень простой в использовании инструмент для дизайна который вы можете использовать для создания логотипов и всевозможных дизайнов таким образом самый простой способ создать логотип просто перейти сюда чтобы создать дизайн и у них даже есть опция под названием логотип таким образом вы можете нажать на логотип когда вы окажетесь здесь вы можете просто перейти к строке поиска и просто ввести любую тему для которой вы хотите создать логотип допустим вы хотите создать логотип для чего-то что связано с водой так что вы бы просто здесь ввели вода и затем вы можете увидеть множество уже готовых логотипов с левой стороны, которые вы можете просто использовать. Итак, скажем, например, мы бы использовали вот это. Тогда оно автоматически поместит его на ваш холст, как только вы нажмете на логотип. И тогда все, что вам нужно сделать, это просто изменить здесь текст. Итак, скажем, наш продукт называется Water Hero или что-то в этом роде. Мы могли бы просто изменить текст, может быть удалить эту часть прямо здесь. Мы также можем пойти дальше и изменить цвета на что-то подобное или что-то вроде этого. Итак, как видите, очень простой в использовании инструмент. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, это если вы хотите просто создать собственный дизайн, вы можете просто нажать создать дизайн, а затем нажать нестандартный размер. Давайте сделаем это шириной 1000 и высотой 250. Нажмите создать новый дизайн. И тогда вы можете использовать только все инструменты здесь на левой стороне. Допустим, вы хотите добавить заголовок, и это будет просто название брендов. Скажем, My Easy Breeze. Затем мы также можем изменить шрифт. Итак, давайте используем Montserrat Classic. Затем мы можем просто здесь изменить ширину. Вы также можете добавить элемент, чтобы он больше походил на красивый логотип. Итак, я перейду к элементам здесь с левой стороны, а затем наберу, кажется, имя было Бриз или что-то вроде этого значка Бриза. И тут я нашел вот эту иконку, а затем я просто поместил ее здесь в конце логотипа вот так. Давайте также изменим возможно цвет вот так. Как только логотип будет готов, вы можете просто нажать поделиться, а затем просто загрузить его в формате PNG. Если у вас есть премиум версия Canva, вы также можете выбрать вариант с прозрачным фоном. Но если вы не хотите платить за Canva, вы можете просто скачать лого в формате PNG с белым фоном. И я покажу вам, как убрать белый фон. Теперь я скачал изображение, но у меня все еще белый фон. Итак, что я собираюсь сделать, так это перейти на сайт под названием remove.bg, где я могу просто перетащить сюда изображение, и тогда оно автоматически удалит фон. Так что у меня будет только текст и элемент логотипа без фона. То есть с прозрачным фоном. Теперь я могу нажать на загрузку, и тогда у меня теперь тот же логотип без фона. А теперь, чтобы вставить наш логотип в наш магазин, мы просто щелкнем заголовок прямо здесь, или вы также можете щелкнуть здесь слева. А затем с правой стороны мы просто изменим логотип по умолчанию. Мы нажмем на изменить. Мы собираемся щелкнуть по выбранному изображению, а затем здесь мы загрузим изображение, которое мы только что загрузили в PNG. Итак, теперь мы собираемся нажать выбрать, а затем мы также можем изменить размер логотипа. Просто перетащив эту полосу вправо, сделайте ее немного больше. Примерно так. Замечательно. Итак, теперь наша страница продукта в значительной степени закончена. Следующее, что мы собираемся сделать, это добавить наши страницы политики здесь, в нижней части подвала сайта. Итак, мы собираемся выйти из редактора, щелкнув значок выхода здесь вверху. Нажмите покинуть страницу, а затем мы перейдем к настройкам в левом нижнем углу. А потом мы перейдем здесь к политике. И затем здесь Shopify позволяет нам очень легко создавать некоторые политики только из шаблонов Shopify, нажав здесь создать из шаблона. И тогда это просто создаст нам общую политику возврата, которая должна быть применима к большинству интернет-магазинов. Тем не менее, вам нужно просмотреть часть текста здесь и убедиться, что вы заменили все, что вы можете найти здесь в скобках. Замените это своей собственной бизнес-информацией. И мы собираемся сделать то же самое для частной политики. Поэтому просто нажмите создать из шаблона. Здесь также просто прочитайте это очень быстро, а затем просто замените все, что здесь в скобках. И то же самое с условиями обслуживания. И затем для политики доставки нет шаблона. Так что вам нужно просто вставить то, что применимо к вашему магазину. Я просто воспользуюсь вот этим. И затем, если вы собираетесь продавать в Европе, вам также необходимо ввести свои контактные данные. И затем, как только это будет сделано, вы просто нажимаете сохранить, и мы собираемся выйти из настроек, нажав здесь крестик. И теперь нам также нужно добавить эти страницы в нижнюю часть нашего сайта. То есть в подвал сайта. Итак, что мы собираемся сделать, так это зайти в интернет-магазин, а затем перейти к двум навигациям прямо здесь. А затем вы увидите два меню. У нас есть нижнее меню, а также главное меню. Итак, мы хотим поместить все эти страницы в меню подвала сайта. Итак, мы собираемся здесь щелкнуть в меню подвала сайта. И тогда здесь мы можем просто нажать на добавить пункт меню. А затем с правой стороны мы можем просто вставить все страницы, перейдя по этой ссылке, а затем перейдя к политикам. А затем здесь вы можете увидеть все политики, которые мы только что создали. Так что я просто добавлю их все вручную, щелкнув, скажем, приватную политику щелкнув добавить затем вы сделаете то же самое для всех остальных политик прямо здесь как только все они будут добавлены вы также можете изменить порядок таким образом вы можете просто разместить контактную информацию вверху и возможно условия обслуживания здесь соответствии с политикой конфиденциальности так что это меня полностью устраивает поэтому я нажму сохранить а теперь когда мы вернемся в наш интернет-магазин прямо здесь нажмите настроить теперь как я уже говорил мы будем направлять людей прямо на страницу продукта на создание которой мы только что потратили некоторое время домашняя страница не так важно потому что большинство людей на самом деле не будут нажимать на вашу домашнюю страницу и никогда ее не увидят так что просто для того чтобы протестировать продукт нет смысла просто проводить много времени на нашей домашней странице тем не менее мы просто быстро создадим что-то что выглядит очень хорошо я на самом деле собираюсь редактировать ее в виде для компьютера так что я просто перейду с мобильного вида на вида для компьютера потому что так будет немного проще и так первое что я собираюсь сделать это добавить изображение вот сюда итак мы нажимаем на элемент затем на обложку нажимаем изменить а затем нажимаем выбрать изображение и я воспользуюсь вот этим а затем изменю здесь текст и так я нажму на текстовый элемент а затем здесь в правом верхнем углу мы можем изменить текст на любой какой захотим теперь здесь Здесь, как мы видим, он слишком велик, поэтому я собираюсь изменить размер заголовка со среднего на маленький. Он все еще немного великоват. Итак, я собираюсь перейти к настройкам темы в левом нижнем углу, а затем я собираюсь перейти к шрифтам. И затем здесь мы изменим размер шрифта заголовка со 130% до, скажем, 110%, а потом посмотрим, помогло ли это. Хорошо, так намного лучше выглядит, так что я оставлю так. Нажмите «Сохранить». Затем мы также можем изменить текст здесь. Итак, еще раз нажмите на текст, а затем изменить все вот здесь. Затем я также отредактирую кнопку, нажмите на кнопку. Затем я также отредактирую кнопку, нажму на кнопку. И тут я просто поменяю с магазина на «Купить сейчас». И я помещу ссылку, на которую ведет кнопка, на страницу продукта, то есть на страницу продукта MyEasyBreeze. Затем нажмите на «Сохранить» и вот и все. Итак, давайте прокрутим вниз и посмотрим, что еще у нас есть на нашей домашней странице. Так вот, эти блоки там по умолчанию, поэтому мы просто удалим большинство из них, так как набор функций нам не нужен. Итак, мы просто нажмем здесь «Удалить раздел», форматированный текст. Мы также удаляем это. Теперь вы также можете добавить то, что я добавил прямо здесь. Как видите, это будет просто раздел с несколькими столбцами, которые вы можете просто добавить вот так, добавить раздел, а затем ввести несколько столбцов. И затем, как вы можете видеть, у вас есть эти разделы, где вы можете просто ввести заголовок, описание, а также добавить несколько изображений, если хотите. Теперь, чтобы сделать это немного короче, я удалю этот раздел и просто не буду заботиться об этой домашней странице, потому что, опять же, домашняя страница не так важна. А потом мы просто добавим функциональный продукт. Потому что, если кто-то попадает на нашу домашнюю страницу, мы все равно хотим показать ему, где можно купить продукт. Итак, я собираюсь добавить раздел и ввести продукт. И я собираюсь использовать элемент продукта с характеристиками. И тогда мы должны выбрать продукт здесь, в правом верхнем углу. Выберем продукт. И затем мы выберем наш продукт прямо здесь, нажмем выбрать, нажмем сохранить и на этом все. Таким образом, люди могут видеть здесь основной раздел домашней страницы вверху. И затем, когда они прокручивают вниз, они также видят наш продукт. Это также должно хорошо выглядеть на мобильных устройствах. Так что, вот как это выглядит на мобильном телефоне. Итак, теперь последнее, что мы сделаем в интерфейсе нашего интернет-магазина, это добавим меню. Потому что, когда люди нажимают здесь на эти три строки, они могут увидеть меню, которое в настоящее время является домашним каталогом и контактами. И мы также можем изменить это. Итак, когда мы выходим из редактора и снова переходим к навигации, прямо здесь, под интернет-магазином, мы можем перейти в главное меню. А здесь мы можем внести изменения в меню. Так, например, я бы удалил здесь каталог. А затем мы также можем добавить просто страницу продукта напрямую. Итак, я нажимаю на продукты и выбираю этот продукт. Нажимаю добавить. Таким образом, люди также могут видеть страницу продукта, когда они нажимают на меню. Вообще-то я размещу это прямо под домашней страницей. И теперь, если вы хотите, вы также можете внести некоторые изменения в свою контактную страницу. Таким образом, чтобы создавать новые страницы и настраивать их, вы можете просто щелкнуть страницы здесь, в интернет-магазине. И тогда мы видим, что у нас есть одна страница, которая уже создана по умолчанию, которая является страницей контактов. Поэтому, когда я нажимаю на контакт вот здесь, то здесь мы также можем добавить такой текст, а затем нажать сохранить. И затем, когда мы нажимаем здесь на страницу предварительного просмотра, мы видим, как выглядит страница. Так что это будет просто форма для заполнения. И затем у нас есть текст здесь вверху, который я только что добавил. А затем, когда мы вернемся в интернет-магазин, мы также сможем проверить, как выглядит меню. Итак, здесь, когда люди нажимают на эти строки, мы видим, что у нас главная страница, а затем продукт, а затем контакты. И этого должно быть достаточно на данный момент. Мы также можем проверить, как это выглядит в компьютерной версии. Итак, у нас есть главная страница, затем продукт и страница контактов. И теперь мы также хотим изменить фавикон магазина. Это будет значок, который вы можете увидеть прямо здесь, в верхней части браузера. Обычно, если вы не измените его, это будет просто иконка Shopify, которая выглядит непрофессионально. Поэтому мы хотим, чтобы здесь вверху был наш собственный логотип. Итак, что мы собираемся сделать, это просто снова использовать Canva, чтобы создать наш значок. Так что я просто буду использовать эту иконку прямо здесь, как мой фавикон. Итак, что я собираюсь сделать, так это вернуться в Canva, нажать создать дизайн и теперь я действительно хочу создать просто квадратный дизайн. Так что я просто сделаю размер 200 на 200 пикселей. Создайте новый дизайн, а потом я просто поищу ту же иконку. Итак, я нажму на элементы, а затем снова наберу значок бриза. А потом вот это. Так что теперь я могу просто перетащить вот так. И опять же, это платная иконка. И вам не обязательно использовать платные иконки. Вы можете просто использовать бесплатные. И тогда вы сможете скачать их без водяных знаков. Тогда мы просто нажмем скачать в формате PNG. Загрузите, а затем мы вернемся на эту страницу remove.bg. И мы собираемся загрузить картинку вот сюда, чтобы мы могли фактически удалить белый фон и сделать эту иконку прозрачной. И затем, когда все готово, мы снова нажимаем загрузить. И тогда мы можем просто вернуться сюда, в наш магазин, перейти к настройке темы здесь внизу. И затем здесь, где написано favicon, мы просто нажмем здесь. И теперь мы можем выбрать наше изображение. Так что я просто перетащу свой значок сюда, а затем нажму выбрать. Нажму сохранить. И теперь, когда мы просматриваем наш магазин, переходя к трем точкам здесь, нажимая на просмотр, мы видим, что значок теперь является нашим логотипом. И теперь, как видите, URL-адрес нашего магазина с .myshopify.com по-прежнему выглядит непрофессионально. Поэтому мы определенно хотим использовать наш собственный домен. Таким образом, самый простой способ – просто зайти на панель управления Shopify, щелкнуть настройки, а затем перейти к доменам вот здесь. А затем вы можете просто нажать «Купить новый домен» и купить напрямую через Shopify, что сделать все очень просто. Однако вам придется заплатить на пару долларов больше, по сравнению с тем, если бы вы, например, зашли на такой сайт, как Namecheap. Итак, здесь я вижу, что домен, на который я хочу пойти, стоит 9 долларов в год. И если я использую домен Shopify, давайте посмотрим, тогда это будет 14 долларов в год. Так что лично я не против заплатить дополнительные 5 баксов за получение домена прямо здесь, на Shopify, потому что это намного упрощает жизнь. Однако, если вы хотите сэкономить немного денег, вы можете использовать сайт Namecheap или любой другой сайт, где вы можете найти домен дешевле. И тогда вы должны пройти через подключение существующего домена. Вы можете нажать здесь на свой домен, а затем вы увидите инструкции о том, как подключить свой домен к магазину Shopify. Так что я просто собираюсь купить здесь новый домен. А затем я просто пройдусь по процессу покупки Shopify. А затем здесь вы просто нажмете купить домен, и тогда он подключит этот домен к вашему магазину. Сейчас я не собираюсь покупать этот домен для этого магазина, потому что это просто пример. Однако, вы можете просто нажать купить домен, и тогда он должен подключиться к вашему магазину. Прекрасно! Итак, настройка внешнего интерфейса нашего магазина завершена. Следующее, на что нам нужно обратить внимание, это некоторые настройки серверной части, чтобы убедиться, что все настроено правильно. Итак, мы перейдем в интернет-магазин здесь, а затем перейдем к настройкам. И здесь нам нужно ввести заголовок домашней страницы. Так что я просто введу MyEasyBreeze название продукта. Затем вы также можете ввести описание, объясняющее, о чем ваш продукт. Затем для изображения для обмена в социальных сетях мы можем просто добавить изображение, которое представляет наш магазин и наш бренд. Так что сейчас я просто добавлю это прямо здесь. Это то, что люди увидят, когда люди поделятся вашим магазином на страницах социальных сетей, таких как Facebook, например, а также Pixel Facebook. Если вы собираетесь запускать рекламу в Facebook, вы также можете настроить Pixel Facebook здесь. Далее, здесь магазин защищен паролем. Мы должны обязательно удалить пароль из нашего магазина, чтобы люди действительно могли посетить наш магазин и купить наши продукты, потому что сейчас он защищен паролем. И для того, чтобы мы могли удалить пароль, нам нужно пойти дальше и выбрать план. Поэтому, когда мы здесь нажмем выбрать план, мы окажемся на этой странице, где мы можем выбрать план Shopify. Итак, я рекомендую вам просто получить базовый план Shopify, который является самым дешевым. Так что я выберу ежемесячный базовый план Shopify. И прямо сейчас, как вы видели в начале видео, здесь будет специальное предложение, по которому мы можем получить 3 месяца за 1 доллар в месяц. Так что я собираюсь выбрать этот план. Затем я выберу ежемесячный вариант и нажму выбрать платежный цикл. А потом я нажму на стартовый план. И теперь у вас все еще будет бесплатная пробная версия, пока не закончатся 14 дней. И затем по истечении 14 дней, если вы не отмените свой магазин, с вашей кредитной карты будет снята сумма. Итак, как только это будет сделано, мы можем вернуться в интернет-магазин и настройки. А затем прокрутить вниз до защиты паролем. И теперь мы можем здесь снять защиту паролем и нажать сохранить. И вот наш магазин работает. А теперь мы также хотим перейти к некоторым настройкам. Итак, мы собираемся перейти к настройкам здесь в левом нижнем углу. И здесь под сведениями о магазине вы просто можете нажать на отредактированную основную информацию. И здесь вы можете изменить название магазина. Итак, вначале, если вы еще не определились с названием своего магазина, сейчас самое время изменить название магазина на бренд, который вы выбрали. Так что в моем случае это будет My Easy Breeze. Нажмите сохранить. И тогда вы также можете настроить свой адрес и контактную информацию. И затем здесь в валюте магазина важно, чтобы у вас была настроена валюта, в которой вы хотите, чтобы ваши клиенты платили. Так что для Соединенных Штатов имеет смысл использовать доллары США. Итак, давайте перейдем к отправке и доставке. Очень важно правильно настроить тарифы на доставку. Так что мы будем управлять ими вот здесь. И здесь вы можете видеть, что уже установлены некоторые тарифы на доставку по умолчанию для Соединенных Штатов, а также для остального мира. Сейчас я настрою это вручную. Итак, я нажму на три точки, нажму на удалить, а затем сделаю то же самое для остального мира. Удалить вот здесь. А потом я создам зону доставки. Итак, зона доставки это зона, к которой будут применяться ставки. Так, например, если я хочу установить тарифы на доставку в США, я просто назову зону США. А затем я наберу Соединенные Штаты, чтобы найти все штаты в США. Я отмечу Соединенные Штаты, а затем нажму готово. И теперь у меня есть новая зона доставки для Соединенных Штатов. И для этой зоны доставки я теперь могу установить конкретные тарифы на доставку. Итак, здесь я могу нажать добавить тариф и давайте просто настроим тариф на бесплатную доставку. Итак, я назову это бесплатная доставка и цена будет равна нулю, потому что она бесплатна, а затем нажму готово. Затем я могу установить другой тариф, снова нажав на рекламную ставку. А затем давайте установим имя для экспресс-доставки и скажем, я хочу взимать, ну скажем, 8 долларов со всех, кто хочет экспресс-доставку. А затем я нажму готово. И теперь у людей есть два разных варианта. То есть они могут выбрать экспресс-доставку, с которой они получат свою посылку немного быстрее, но тогда им придется заплатить 8 долларов за доставку. Или же бесплатная доставка, что означает, что им придется немного подождать, но тогда они сэкономят деньги на доставке. Теперь мы также можем настроить дополнительные зоны доставки, просто нажав здесь еще раз «Создать зону доставки». И тогда мы можем просто выбрать, например, «Остальной мир» и нажать «Готово». И тогда тариф доставки, который мы установили прямо здесь, будет применяться ко всему остальному миру и ко всему, что не является Соединенными Штатами. Итак, здесь мы можем просто настроить международную доставку и мы можем сказать, что это, скажем, 10 долларов для каждого, к кому мы собираемся отправить товар, который не находится в США. Мы собираемся нажать «Готово» и теперь мы настроили наши тарифы на доставку. Мы можем нажать на «Сохранить» прямо здесь. Теперь следующее, что нам нужно сделать, это настроить наши платежи. Итак, мы собираемся нажать на «Платежи» здесь. Чтобы мы могли получать оплату за каждую продажу на Shopify, нам нужно настроить наших поставщиков платежей. Поэтому самым простым способом было бы просто настроить платежи Shopify. Поэтому, если платежи Shopify доступны в вашей стране, все, что вам нужно сделать, это нажать «Завершить настройку учетной записи», а затем заполнить всю свою информацию вот здесь, а также свой банковский счет. И тогда Shopify просто будет переводить вам деньги на ваш банковский счет за каждую совершенную вами продажу. Теперь то, что также будет настроено автоматически, это PayPal. Если вы не хотите, чтобы PayPal был активирован в вашем магазине, вам нужно нажать «Управление», а затем «Деактивировать оплату через PayPal» вот здесь. Теперь, если вы находитесь в стране, где платежи Shopify недоступны, у вас будет возможность обратиться к стороннему платежному провайдеру. Таким образом, вы просто добавили бы способы оплаты здесь, а затем нажали бы «Поиск по провайдеру». И один из самых популярных – Stripe. Таким образом, мы должны ввести здесь Stripe. Однако он не появится здесь, потому что я установил местоположение этого магазина в Соединенных Штатах. Но если бы вы были, например, в Европе, вы могли бы использовать и Stripe. Так что это тоже может быть вариантом, но обязательно настройте свои платежные системы перед запуском своего магазина. И теперь, прежде чем запускать рекламу в новом магазине, я хотел бы убедиться, что все работает хорошо. Итак, я собираюсь перейти в интернет-магазин здесь, щелкнуть значок «Ай», и это просто откроет магазин, и я его увижу с точки зрения покупателя. Так что я бы просто просмотрел страницу продукта здесь и убедился, что все выглядит идеально. Все хорошо, отзывы есть. И я также могу нажать на все страницы политик, чтобы убедиться, что они тоже работают. А потом я просто пройду через весь процесс оформления заказа, добавлю в корзину, перейду к оформлению, а также введу всю информацию и удостоверюсь, что все выглядит именно так, как я хочу, прежде чем запускать рекламу магазина. И я также рекомендую сделать то же самое на мобильном телефоне, потому что, опять же, именно там ваш магазин будет посещать большинство людей. Когда вы получите свою первую продажу в магазине Shopify, вам также нужно будет выполнить этот заказ и отправить товар своему покупателю. А поскольку мы установили приложение Deezers в наш магазин Shopify, с ним очень легко выполнять заказы с Алиэкспресс. Все, что мне нужно сделать, это открыть заказы вот здесь. Вы увидите число рядом с открытыми заказами. И вот здесь вы увидите все заказы. Вы увидите, какой именно вариант заказал клиент. Затем вы можете просто нажать «Выполнить заказ здесь» на этой странице и просто подтвердить все здесь, произвести оплату здесь, а затем заказ будет отправлен вашему клиенту.